Всем привет! Сегодня у нас с вами на распаковке новый мужской парфюм. Называется он Dexendos Man. Вот так вот выглядит коробочка. Мне кажется, там какая-то повседневная история скрывается почему-то. Сам флакончик выглядит вот так вот. Такой симпатичный, простой, динамичный достаточно. Мне кажется, запах там примерно такой же внутри прячется. Давайте попробуем. Ух ты! Бодрит просто невероятно! Здесь явно есть цитрусы, я уверена, мандарин, лимон, грейпфрут, что-то вот такое вот однозначно присутствует. Скорее всего, есть бергамот. И я думаю, что есть какая-то специя. Вряд ли перец, потому что они не перчат вначале. Скорее мускус. Вот похоже что-то такое. Духи очень свежие, честно. Вот с первых нот это такое доброе, бодрое утро. Энергично врываемся в жизнь. Классно! Мне нравятся такие запахи, они всегда задорные. Они задорные, энергичные. Мне кажется, современному мужчине вот такие запахи просто это must have иметь на полке. Давайте посмотрим на состав и будем разбираться. Ну что, я смотрю на состав композиции Dextendos Men. И понимаю, что нетривиально эта история у нас скрывается в этом пузыречке. Очень интересно будет за ней наблюдать, потому что нот здесь намешано какое-то невероятное количество. В начальных нотах у нас заявлено гвояковое дерево, имбирь, лаванда, мандарин, мускус и сандал. Сейчас, когда прошло 10-15 минут после первого нанесения, ушел вот этот вот первоначальный взрыв какой-то невероятной свежести. И несмотря на то, что аромат по-прежнему бодрящий и энергичный, он стал немного более мягким. Мне кажется, заиграл мускус и сандал в составе. Да, вот как-то мандарин у нас отступил на второй план. Мне нравится композиция уже сейчас. Если честно, даже не хочется, чтобы она как-то раскрывалась, потому что прямо сейчас это звучит как такой классный, повседневный, хороший, просто достойный мужской аромат. В нотах сердца у нас заявлен бергамот, ветивер, гордение, грейпфрут, древесина и зелень. Обратите внимание, что в этом парфюме, в принципе, ноты сердца и верхние ноты, они по своему составу немного перекликаются. И в конечных нотах у нас ладан, перец, пряности, трава и опять цитрусовые ноты. Если, да, заметили, то здесь у нас и древесные ноты, и цветочные ноты, и фруктовые ноты, и восточные ноты, и все вместе это превращается в такую цельную, крутую, просто историю. Ну что, прошло несколько часов с момента первого нанесения. Как я и предполагала, композиция не сильно изменилась, она немного поутихла, стала более мягкой, более плавной, при этом аромат, он невероятно стильный. То есть я прям вижу такого современного, молодого, уверенного, раскованного мужчину, которого, я не знаю, куча делала в каждом дне, вот эти вот списки планов. И он такой классный, уверенный, легкой походкой шагает по миру, решает все проблемы вот так вот на раз-два, да, не боится перемен, не боится своих желаний, ставит цели, достигает их. Ну прям вот такой современный, классный, стильный, легкий житель мегаполиса. И аромат, он, он в принципе соответствует. Цитрусовые здесь чувствуются на протяжении всего звучания. Мне нравится, как здесь сочетается ладан, мускус и древесные ноты, потому что они немного заземляют аромат, не дают, да, совсем ему куда-то улететь, упорхнуть. И это такая вот очень гармоничная история в одном флакончике. Аромат скорее универсальный, но я все-таки рекомендовала бы его вот на повседневную какую-то сферу жизни оставить. То есть вот работа, учеба, какие-то деловые встречи, обеды в кафешках, прогулки с друзьями, да. Если его рассматривать в качестве вечерней какой-то истории на выход там в ресторан или театр, то он скорее будет немного облегчать вам образ, немножко будет его упрощать. Поэтому все-таки рекомендую его оставить вот такие вот набурные, насыщенные рабочие будни или какие-то такие легкие выходные.